Какая у меня мастерская, ну, наверное, кто-то тоже играет на моих инструментах. Основная специализация – это изготовление «Буалайка». Конечно, мы делаем ремонт инструмента, инструмент народного объезда. Ну, конечно, хочу сказать, что спрос подстегивает ежегодный конкурс, который проводится в Академии в месяцах. Конкурс мастеров, но не ежегодно, а через год. Возговаривать пригласили в Евгении, потому что вы знаете, отлично. Были концерты фестиваля? Да. Вот, совместно с конкурсом мастеров подводят фестивальные концерты, и, в общем, мастера шевчаются, общаются между собой, обменяются опытом, и, конечно же, мастера ждут вас, покупателей инструментов. Ну, в общем, спрос благодаря этому конкурсу тоже появляется. А также отмечено, что сезонность есть в реализации инструментов, потому что мы видим, что под конец года, зимой, приходят больше за инструментами, «Буалайками», «Домами», в конце года тоже. А летом те ученики, студенты и преподаватели, которые отыграли сезон, приносят нам инструменты в ремонт. А также очень много инструментов приходят в начале года, потому что начинают учебные занятия, и школьники хотят получить качественные инструменты. А зимой нам помогают, ну не то, что выучили, а просто еще помогают в работе поломки инструментов, потому что люди падают и учат. Это, конечно, плохо, но мы всем по телефону говорим, что не переживайте, все можно починить. Вы аккуратно обращайтесь к инструментам. Как с инструментами обращаться, вы знаете, есть предмет, вот наш колледж, наверное, уникальный в своем роде, я не знаю, как в Академии, в местности, у Полита Иванова. Есть предмет ремонта, настройки музыкальных инструментов. Нет, у нас нет. О, так что наш уникальный колледж. Про кофе. Вот Иван Стивислав еще там тоже учился, но тогда не было предмета, и он совсем недавно начал реализовать этот предмет. Также понятно, что нехватка специалистов. Кто будет читать этот инструмент? Мастер, который разбирается в устройстве инструмента, умеет изготовить этот инструмент. Волоку или дома. Ну, в общем, практика показала, что этот курс ремонта и настройки идет уже три года. И есть заинтересованные слушатели из числа студентов. Они заканчивают колледж, это на четвертом курсе, просто полгода идет, финальный семестр. И ко мне подходят с вопросом, можно ли поработать у вас в мастерской, или в какой мастерской можно поработать. Я, конечно, говорю, приходите, посмотрим. И вот у нас уже два человека, которые работали, и где-то сейчас у себя помогают с ремонтом своему округу района. И, в общем, очень довольны, потому что заработать молодому специалисту музыкой тяжело. А если делать какой-то ремонт или изготавливать новые инструменты музыкальные, это им хорошо помогает в жизни. И кроме моей мастерской, другие мастерские берут для обучения молодых людей. И девушки тоже хотят иногда делать что-то за руками. Но знаете, что сейчас современные технологии и компьютеры в основном везде используются. Также в моей мастерской используются современные технологии. Это станки с числового программного управления. ЧПУ станки. Фрезер. На котором очень качественно делаются основные детали, которые всегда подводят к чистоте ретонирования. Это детали, накладка грифа. Точный разбивка винтлоя – это очень важная штука, когда надо, чтобы именно там прошла фреза, именно там стоял лад, а не в другом месте. То есть все там до соток, до миллиметра. Как на компьютере, так и на деталях. Что такое мастерская? Скажите, пожалуйста. Настояние. Девочки, какое? Желательно. Нет его порожка до нижнего. До нижнего. Какая мастерская палачка? Кто палачка? Вопросы тоже про практику. Когда, извините, прерывают. Потому что приходят с детьми, не знают, какой медиатор дать руки ребенку. Это тоже практика. И это надо. Как заточить медиатор? Это тоже идея. Какие струны поставить? И к вопросу, как настроить подставку? Не умеют студенты строить подставку. А у нас в школах инструменты далеки от США, они все не строящие, а мы не умеем. Это тоже все практика. До этого еще надо рассказать, как одеть струны на инструменте. Почему? Потому что если колок у механики, на который мы накручиваем струну, кверху будет струна замотана, то рычаг очень большой, и механика со временем придет в негодность, мы вас ждем в нашем мастерстве. Поэтому чтобы не было этого, вы мотайте максимально внизу, но не слишком, потому что если она туда будет внедряться, мы опять вас ждем. Значит, мотайте столько, сколько нужно. Для того, чтобы вам это быстро получалось делать, используйте гитарную машинку. Она стоит 40 рублей. Ну, может, сейчас 80. Вот такая, чтобы просто мотать. Некоторые мастера ленивые, они кусок этой машинки, которые одеваются на колокольчике. Шерповерт. Просто нажимаем на столе. Ну, понятно, что надо смазать механика. Чем будем смазать? Надумайте, давай. Это вы сами можете смазать. Ну, солидол. Ну, солидол, да. Массовая торопоточка. Там шрус, маска. Что такое шрус? Не знаете? Вот это все поможет пули по конечному эксплуателю. По конечному эксплуателю этих подмечных частей, по аллаке или зуму. Что вам интересно вообще про мастерскую? Задавайте вопросы. Долго не удерживается у вас дерево? Дерево? О, это хороший вопрос. Дерево мы уже как бы покупаем откладом, но это не главные наши источники материала. Потому что самый основной материал, который используется для изготовления инструментов, закупленный у старых скрипичных компьютеров. Ух ты. Ну, и не только скрипичных. Они покупают столько и давали столько в советские времена, что они говорят, мы уже не можем переработать. Причем мы делали из не очень хорошего материала. А самый хороший вот у нас сейчас. Когда хочется работать, ты знаешь как? А сил нет. И вот мы приходим с братом. В моей мастерской работало всего 6 человек. Ну, мы с братом езжаем и нам говорят, вот это очень хорошенько. Конечно, мы берем самое хорошее. И, как Гребене, Клай Васильевич говорит, делайте сейчас и самое хорошее, пока есть у вас сфин. Мы делаем самое хорошее. И вдруг у нас инструменты зазвучают. Почему? Потому что раньше не было материала, а сейчас появилось. А еще опыт пришел, и мы делаем уже очень красиво. Как на крупном столе совместительных трех книгалов, Валер Васильевич мой, а мне пришла 4-я моя плановая часа. Я на нее посмотрел, и как же я так могу делать, он себе сказал. Удивился своему практическому опыту. Ну, а еще Михаил Викторович Киселев меня попросил рассказать про тот, и представить себя как единственного организатора из-за зарубежного фестиваля. Я не знаю, может что-то еще есть, что-то громко сказать. Действительно, мы, так как у меня супруг из Японии, ее зовут Хиромьян, вы знаете, это композитор-пианистка. Мы каждый год поцелили неоднократно. В год несколько раз ездим в Японию, там даем концерты, загранистцы с той же самой Японии очень хорошо слушают два лайфа вместе с фортепиано. И мы сделали фестиваль. Почему? Потому что здесь, в Москве, у меня есть хорошая практика педагогическая. Как Валерий Евгеньевич, который сейчас уже пришел, сказал, что есть заинтересованные люди, это иностранные граждане, которые приезжают в Россию, в Москву, здесь живут, и говорят, что первый приезд, где я купил матрешки, второй платочки, так, что еще там? Гуалайку купила. Привезла в Японию. Меня спрашивают, ну покажи как? Как на него еще играют русские? Я не знаю. И вот она, когда сюда приезжает, она говорит, муж работает, там нечем заняться. Конечно, Гуалайка есть, покажите мне, как играть. Меня нашли, я рассказываю все по-японски, как играть на Гуалайке. Но чтобы время особо с вами тратить, я объединяю их группы, по 6, по 4, и вот у меня понедельник, для некоторых такой день. Уже сколько лет я работаю с японцами, не знаю. Еще Игорь Георгиевич Синин также работал в хоккеах, с японцами. В основном это девушки. Если мужчины работают, то девушки они, женщины домохозяйки, и здесь они осваивают русский язык, и также приобщаются к культуре нашей страны. Срок контакта у иностранцев в основном в Москве 2-3 года. После этого стечения срока они уезжают к себе на родину или в другую, третью страну. Но на родину еще мы обучеников, то есть в Японии человек в 30 точно есть. А также в Японии есть несколько коллективов народных иностранцев русских. Это только Гуалайка-оркестр с численностью, ну, наверное, около 20 человек. А еще есть... Это же был Гуалайка-оркестр, да? Раньше Питагалла... Питагалла раньше, да. Питагалла как-то... Стом Питагалла, а сын его Шоу Питагалла, которого отец отправил учиться в Россию, в Ростовскую консерваторию, вернулся в Сибиро в оркестр и хотел возглавить его. Но там была уже другая женщина, которая играла на палате в Кейко... Не помню. А ты скажи, как зовут Кейко... В общем, эта женщина сказала, что нет, я уже руководитель, а ты занимайся чем хочешь. И он очень хорошо придумал, он собрал молодых ребят, научил их играть на Буалайка Гомора и сделал еще один коллектив. Нам это больше подходит, потому что теперь есть возможность общаться с большим количеством музыкантов. В Японии есть большие два коллектива. Оркестр Питагалла, Шоу, и только Буалайка-оркестр. Они, конечно, конкурировали между собой, и сейчас, наверное, есть какие-то секреты, потому что друг друга на концерты не ходят. Это просто ужасная борьба между собой. Но... Но сейчас, когда мы сделали фестиваль, в прошлом году, это первый раз было в Токио Буалайка... Буалайка Масса или в Токио называется. Фестиваль Буалайки в Токио. И вот они первый раз встретились в одном концерте и заговорились. Это было положено начало их в последующем общении. В этом году теперь есть комитет, который за полгода решает, какого числа, в каком зале и кто вообще придет на наш концерт. 16 июля будет в этом году также праздник Буалайки. Ну, помимо этих больших коллективов, есть еще ансамбль русского Буалайчника из Питера Максим Клыков. Он назвал свой коллектив ансамбль Гармошка. Значит, в нем только русские граждане, которые живут в Японии. Ну, где-то они лет по 15 там живут. У него состав аккордеон Буалайка, кто-то на другое там, на народных фолькверных инструментах, нескольких танцоров, ну, может, кто-то еще пойдет. Они тоже будут принимать участие. А также принимают участие те, которые любители уехали от меня уже в Японию. И, конечно, приезжаем мы с Херонгей Героя на Буалайке. Недавно мы провели в Пушкино большой концерт с оркестром из Ярославля. И многие уже захотели, опять же, попасть в токийский фестиваль. Так что, я думаю, он будет развиваться. И уже понятно, что он ежегодный. Но мы вас тоже приглашаем. Приезжайте вместе с Экскурсом, посетите фестиваль, сами сыграйте. Это просто получается фестивальный день. Один за зал очень дорогой, потому что заранее это все делается. Так, пожалуйста, что вы хотите еще раз? Михаил Викторович, у вас есть какие-то вопросы? Спасибо. 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 Спасибо.